Сергей, как вы видите идеальную Россию при чётком правильной власти? Ребята, я устал про эту идеальную Россию и Россию этого будущего. Знаете, делить шкуру неубитого медведя – это плохая примета. Понимаете? Нас ждёт всех кибер-тирании или кибер-демократии. Мы живём в 21 веке, наступает или уже наступил информационный мир, так называемый. Всех друг друга отслеживают, видят и так далее. Вот у нас будет или человечество пойдёт по развитию, или кибер-тирании, когда будут всех контролировать, за всеми будут наблюдать, знать ваш пульс, трахались вы или не трахались, с кем, когда и так далее. Или будет кибер-демократия, когда граждане будут следить за всеми этими, ну и за ними, и за властимущими в первую очередь надо следить. Что у каждого должна быть камера, у каждого должно быть микрофон, там у всех вот этих чиновников, за ними где они находятся. Каждый может зайти, посмотреть проводки, там любые финансовые, которые деньги куда ушли, куда не ушли, там куда потрачены, чем человек занимается. Допустим, сейчас раз, допустим, украинцы должны раз и посмотреть, чем Кличко занимается. Если он не на рабочем месте, значит его нету, значит он всё, он не имеет права в нерабочее время разговаривать о делах. Ну, например, я просто вам сказал, как Кличко, а вот днём раз посмотрели, что там Кличко, работа работает или у него секретарша сосёт, например. Ведь за каждым вот так вот. Вот это кибер-демократия называется. Избирается на один срок человек только, после истечения срока он должен покинуть свой пост навсегда, то есть с огромнейшей пенсией. Помимо всего, его можно раньше катапультировать, вот лайки и дизлайки. Мы же славим здесь лайки и дизлайки. Вот так же поставили мэра, хороший мэр, набрал много лайков, отбыл свой срок, получил хорошую пенсию и ушёл. Ну, херовый мэр или президент набрал большое количество дизлайков, его народ катапультировал. Всё, значит, переизбрали раньше времени. Кибер-демократия это называется. Это прямая, мы за прямую демократию, за прямую. Сейчас представительская демократия, набирают каких-то, блядь, мудаков этих жирных, блядь, которые сидят там, кто в Думе, кто в Раде, блядь, кто там в Конгрессе, блядь. И принимают законы в пользу себя, в пользу, точнее, малой группы элит, ну, малой группы, там, свои, там, аффилированные компании, чтобы у них там развивались, там, корпорации и всё остальное, или в пользу себя. Добавляют себе прав и уменьшают права большинству граждан. Большинству, огромному большинству. И ничего за, и ни хера ни за что не отвечают, причём. Ни за что не отвечают. Их максимум, блядь, их просто не перезберут в следующий раз. Так они за это время, знаете, сколько могут себе накрасить, наделать таких законов, что золотятся. А нахера не нужны вообще? Народ пускай голосует по законам. Если на народ там кто-то не хочет, пускай не голосует. Если на народ ошибётся, значит, он сам за это и будет отвечать. Сам будет отвечать, если он проголосует за не тот закон, который там окажется херовым. Эти, блядь, голосуют за законы, какие хотят, и проводят, блядь, и ни хера ни за что не отвечают. Нахера не нужны вообще? Парламент — это прошлый век. Он не нужен. Это раньше сенаторов с Древнего Рима отправляли, там, с деревень, чтобы они представляли, там, какой-нибудь, там, населённый пункт в Сенате. Сейчас вот зачем делать? Сейчас информационный мир. Вот эти сидят, блядь, голосуют. Их там 300 человек сидят в зале. Вот сейчас эти вместо 300 тысяч могут так же миллион взять и проголосовать за какой-то закон. Так же, то же самое, нажать или не нажать, кнопочка. У каждого есть банк-клиент, да, где вы распоряжаетесь своими деньгами. Ну, так же вы можете, такая же программа будет ставить плюс-минус, где вы будете распоряжаться своим голосом по каким-то либо законам. Мы за это, мы за будущее. Мы туда смотрим, мы вперёд смотрим, мы не в прошлое. Не как там было, там, при коммунистах, при демократах. Это всё прошлое. Это всё прошлое. Сейчас кибертирания идёт. И человечество может развиваться именно в этом направлении. Яркий представитель кибертирании – это Китай. Вот он впереди планеты всей. Но и другие страны, даже демократически, идут по этому пути. К моему сожалению. Потому что они контролируют всё. Везде камеры, там, везде всякие программки, блядь. А эти пидорасы, блядь, за ними кто-то следит? Мне хотелось бы узнать. Вот те мудачи, вот это всё, которые там контролируют и считают там всё. Они, за ними кто-то наблюдает? Я думаю, что нет. А этого не должно быть. Должно быть, как минимум, обоюдно. Сергей, а Ельцин мог бы захватить власть. Ельцин мог бы захватить власть, если бы он бы не бухал так. Понимаете? Он алкоголик. Вот чтобы не было таких Ельциных и не было, чтобы таких Путиных, нужно делать в стране кибердемократию. Вот что нужно делать. Вот этот бы Ельцин набрал бы дизлайков в первые же годы. Его бы поменяли бы. И Путин этот гнида, блядь. Такой же, блядь. Как Курск утонуло, блядь, ни с хуя не спас бы, блядь, катапультировали бы его сразу.